друзья мои я вас всех приветствую долго мы шли к этому дню если честно все мы немножечко под устали мягко говоря потому что очень и очень долго мы готовили всю эту программу сейчас одну секундочку сейчас выключу звук если честно звуки выключились не могу давайте вот так сделаем все супер хорошо я рад вас видеть напишите пожалуйста из какого города пока у нас ребята доходят пожалуйста это важно хочется посмотреть немножко географию да и вас немножко взбодрить потому что у нас будут непростые разговоры непростые беседы прежде всего это будет связано с тем что мы будем с вами ну прежде всего говорить о тех особенностях личности о тех особенностях системы отношений которые приводят людей к разного рода эмоциональным проблемам за которые сталкивался столкнулся я за 17 лет с какими мои коллеги столкнулись и у нас очень насыщенная программа будет поэтому устраивайтесь как говорится поудобнее цюрих ростов москва томск привет самара калининград пенза саратов где-то была германия ставрополь украина кировоград привет казань донецк ставрополь могилёв карелия петрозаводск томск великобритания турку прикольно севастополь краснодар мадрид мадрид привет энергодар украина ничего себе сильно спасибо большое что вы здесь хельсинки екатеринбург тагил супер отлично у нас на самом деле рекордный сезон наверное я если честно не даже не ожидал что получится вот так потому что но я привык к тому что мои сезоны они всегда были востребованы и никаких проблем с этим никогда не было но я моим подписчикам которые были на последних сезонах сказал что этот сезон был последним вот который был крайний и и связано это прежде всего с тем что я понял что та программа тот та технология тот движ который был несколько лет и там было почти 30 сезонов учитывая что сезон шел два раза в год я понял что это себя из изжило не потому что он стал неэффективным люди получали результаты благодаря этим сезонам люди пришли в мою школу видели фотки поставьте плюсик кто видел фотки наших выпускников первый второй третий поток сейчас будет четвертый еще больше все горит ни хрена себе сколько народу на третьей фотографии сейчас будет четвертый поток там будет вообще жесть полная это будет лютая вахханалия просто вот и конечно все эти ребята они были на сезонах но они были на прошлых сезонах этот сезон будет еще более ну давайте так он будет другим он будет другим по качеству он будет другой по сути своей по задачи по содержанию по насыщенности и так далее и я сдержал свое слово я сделал действительно другую программу я сделал действительно другой продукт это не просто сезон из моих восьми десяти прямых эфиров как это было раньше это еще те тематические блоки которые я с вами буду поднимать которые непосредственно нужны людям как которые только столкнулись с неврозами и симптоматикой и синдромами сегодня мы об этом поговорим но и те люди которые уже пережили так сказать привычку себя пугать паниковать но счастливой жизни так и не нашли поэтому я вас поздравляю что вы наконец-то здесь так же этот сезон будет специально тематические блоки созданы в этом сезоне для людей которые не имеют невротического расстройства напрямую сейчас как расстройство но я вот об этом недавно говорил что у каждого из нас есть уязвимые места да и у каждого из нас есть какие-то особые отношения с собой и с миром которые в результате обычного стечения обстоятельства могут попасть в определенную жизненную ситуацию и тогда нас скроет и вы на этом сезоне получите инструментарии знания того что во первых шансов что вы попадете и вас скроет будет меньше потому что вы будете знать ваши слабые места ну а даже если что-то попадет и вы почувствуете что вас потихонечку начинают накатывать на вас вот какая-то тревожная история то вы сто процентов знаете и сможете с этим справиться уже минуя какую-то проблему потому что первая проблема которая возникает у людей они не понимают что с ним происходит поставьте восклицательный знак кто был на этом месте когда случились первые панические атаки когда случились первые навязчивые мысли страх за здоровье вдруг откуда ни возьмись да хотя никогда не было и вот здравствуйте это конечно очень сильно людей выбивает из колеи порой даже очень знаете стойких и они говорят блин вот сюда было все ок а тут вот что-то как-то я вообще не поняла что это и это у людей вызывает разные рода мысли от сумасшествия до конца жизни очень много людей в этот момент поставьте плюсик то сейчас со мной согласиться очень много в этот момент люди думают что это предлюдие к смерти что они чувствуют дыхание смерти на кончиках пальцев что вот это все же с ними происходит и это вот некая прелюдия к тому что их жизнь заканчивается у меня для вас есть хорошая новость друзья мои вот это вот ощущение невротического расстройства в виде тревожного там тревожно-депрессивного да и прочая проблематика которая вас беспокоит или начала беспокоить это очень хороший маркер это очень хороший указатель того что те ценности те если хотите даже смыслы те личностные конструкции которые вы исповедовали привели вас к невротическому расстройству я заметьте не говорю слово убеждения потому что моя организация сотрудничает с ассоциацией когнитиноподемической терапии у нас на курсе будет старший преподаватель ассоциации когнитиноподемической терапии мы будем говорить о когнитиноподемической терапии но личность она кратно более широко понимает понятие невротическое расстройство нежели просто три глубинных убеждения промежуточные ну как бы поверьте да поэтому тут мы будем говорить не про убеждения и не про протокол абц или смр потому что многие здесь присутствующие его торжественно писали несколько месяцев а то и лет вот мы будем говорить о тех сдвигах фундаментальных которые вам нужно будет получить следующий момент помимо самого сезона что это новая программа тут будет шесть моих преподавателей из школы я специально выстроил программу сезона таким образом что после каждой с нами с вами лекции в прямом эфире у нас будет следующее занятие на следующий день в двенадцать часов дня с преподавателем школы это будет формат подкастов все видели тизеры да и мы будем беседовать как раз таки о том о чем я говорил в предыдущих лекциях и о том что будем обсуждать впереди поняли вот поэтому очень интересная механика также в этом сезоне у нас работают кураторы ребята большой вам привет спасибо вам огромное 50 почти 60 человек кураторов у нас работают и к кураторам это мои выпускники которые практикующие специалисты я поздравляю всех кто у нас с кураторами потому что вам очень повезло вы не только будете получать эту программу но и ребята будут помогать вам ее осваивать единственное что у меня к вам большая просьба поднеситесь с уважением к кураторам и к их работе потому что это люди занятые у них свои семьи у них свои клиенты у них свои обязательства они не получают за эту работу денег вообще восклицательный знак поставьте в поддержку кураторов и кураторов они не получают денег за это то что они с вами будут весь месяц они это делают из-за уважения ко мне из-за уважения к школе из благодарности к тому что мы дали для этих ребят они не получают за это никакую зарплату это абсолютно добровольное начало причем еще люди которые вызвались они все практикующие специалисты и для них это ну такая дань профессии что ли да поэтому я вас попрошу к ним отнестись с уважением не с конце не с контекстом что они вам должны а с контекстом что они вам будут помогать окей и если вы напишите помоги пожалуйста разобраться это крайне лучше чем слышь ты и ответь мне ну как бы да немножечко хочется чтобы вы словили адекватность если у кого-то она хромает но тем не менее значит вы в ближайшие дни со своими кураторами в своих чатах определите когда вы будете знакомиться задача у кураторов это собрать анамнез жизни болезни кратко чтобы понять с каким запросом вы пришли на сезон окей и задача куратора смотреть как вы движетесь по сезону ко-куратор будет помогать вам в чате справляться с какими-то вопросами которые вас могут возникнуть это очень клёвая механика это не просто кураторы которые когда-то прошли мой сезон это наши выпускники школы то есть они прошли программу по очень серьезной подготовке а сезон выстроен в принципе по школьной программе имейте это ввиду также безусловно я буду рад приветствовать вас всех потом в школе эмоционального интеллекта и психотерапии но есть один сюрприз о котором я скажу в двадцать пятом году потому что потому что будет потому что вот но тем не менее я бы очень хотел чтобы вы сегодняшний день запомнили а сегодня друзья мои 1 июня потому что вы очень сильно изменитесь помимо 30 дней которые вы будете со мной и с моими коллегами и с нашими кураторами и ко-кураторами у нас еще будет 124 дня плюс их ставим кто это помнит 124 дня после сезона где каждый день у вас будет новое упражнение и ваша задача будет делать всего лишь одно упражнение в день на протяжении 124 дней но она будет каждый день новое поняли это поняли июля 1 июля да а я сказал июня наверное ну и у меня все старость не радость маразм альцгеймер байден привет а 124 дня 124 совершенно разных упражнений совершенно разных тезиса что это за упражнение не дыхание маткой не перекатывание энергетических шаров не прощение матерей отцов не написание писем ушедших мужчинам не прощение дальних родственников своих вот этой хуйней мы не занимаемся сразу вам скажу если кто-то хочет там изучить свой рот вот рот изучить свой лучше изучайте рот свой другим способом но не родологии больше пользы получите и денег может быть заработаете мы не занимаемся эзотерической штучкой поэтому вы здесь будете проходить и тридцать дней очень физиологически ориентированного и психотерапевтически ориентированного курса это не психология дurя мое поставьте пожалуйста плен Kat shining Мы не занимаемся с вами психологией. И упаси вас Господь, Аллах, планета, кто хотите, кто во что верит, назвать это психологией. Мы не занимаемся психологией. Мы занимаемся психотерапией и физиологией. Ну и доказательной медицины. Сейчас уже начнем. И не называйте это психологией, я вас очень прошу. Потому что не путайте психологию, психотерапию, психиатрию и эзотерику уж тем более. Вот. Поэтому, друзья мои, я вас поздравляю. Для тех ребят, кто не на тарифе с куратором, не нужно расстраиваться. Это не значит, что для вас сезон будет никакой. У вас будет отличный сезон. У вас будут те же самые 124 упражнения. И вы получите охрененный эффект. Ребята, кто без кураторов. Я вам больше скажу. Увидели эту толпу моих выпускников, которые когда-то болели неврозом, прошли сезон, потом пошли в школу и изменили свою жизнь. Потому что до сезона она была с паническими атаками, с ГТР и с прочей петрушкой симптоматической. Прошла сезон, отучилась в школе, приняла решение в личной жизни, уволилась с работы, начала работать на себя, стала зарабатывать в 3, в 4, в 10 раз больше, стала себе хозяйкой во всех смыслах этого слова. Приняла для себя какие-то решения, поменяла свою жизнь, купила это, подарила это, с кем-то попрощалась, с кем-то встретилась. Стала свободной, независимой во всех смыслах человеком. Разве это не трансформация? Почему они все благодарны? Почему они здесь как кураторы? Они помнят, какие они были и помнят, какие они видят, какие они сейчас. И вас, друзья мои, это, черт побери, ждет. Просто нужно расслабиться, довериться и делать то, что я скажу. Это не... Я никогда не скажу вам, иди разводись. Я не настолько долбоеб. Я никогда не скажу, иди женись, разводись. Я никогда не скажу, увольняйся. Я никогда не скажу, возьми себя в руки, тварь, значит, иди по стеклу, ползи, лежи этот асфальт. Да? Нет. Мы будем обсуждать темы, которые в вас будут раскрываться, как хорошее вино. Постепенно. Поняли? Если кому-то с вином неинтересна метафора, мы будем раскрываться, как длинный антидепрессант. Накопительным эффектом будем раскрываться. То есть, месяц вы будете принимать меня внутрь. Если кому-то это неприятно, не надо меня сплевывать, глотайте. Вы будете месяц меня принимать. Как можно глубже. А потом, 124 дня, вы будете получать упражнения, которые будут раскрывать каждое мое предложение. Я никогда не говорю ничего просто так, поверьте. Соответственно, принимаем меня внутрь, не сплевываем. Все 30 дней, весь июль. Затем, 124 дня, выполняем те упражнения, которые я сказал. Все. И вы увидите. Скажите мне, пожалуйста, день, который будет через окончание сезона 29-го, плюс 124 дня. Команда моя любимая. Скажите мне, пожалуйста, в календаре, какой это будет день. Давайте поставим его в календаре и отметим галочкой большой зеленый. Или лучше фиолетовый. Фрейдовский сленг. Да я так, в принципе, балакаю по жизни. Это не фрейдовский сленг, это мой сленг. Вот, соответственно, скажите мне, какой это будет день, сезон, плюс 124 дня. Я хочу, чтобы вы поставили точку в своем календаре и увидели, как это будет. О, заебись, 1 декабря, точно, 29 июля, плюс 124 дня. 1 декабря. Все, друзья мои, забиваемся с вами. Я вам гарантирую, что 1 декабря, кто все сделает так, как я сказал, примет меня внутрь 30 дней и 124 дня выполнит все упражнения, вы 1 декабря напишите мне, что я в ахере просто. Вот увидите. Так первое или пятое? Что-то я не понял. Ну, короче, где-то между первым и пятым. Потом посчитаем, в чат вам всем напишем. Кто не добавился в чат по телеграм, в телеграм-чат всего потока, добавляйтесь. Там я буду скидывать разного рода книги, разного рода тезисы и замечания, которые нужно будет подсветить. Окей? Все. Группа, которая со мной на кураторстве, я вам все написал. Мы уже очень скоро с вами начнем тоже взаимодействие через Zoom. Ну и мои VIP-клиенты. Ребята, мы с вами в приватном процессе начнем функционировать. Все. Спасибо вам большое. Очень было приятно видеть ваши теплые слова в комментариях. И поверьте мне, я вас не подведу. У меня не стоит задачи продать, а потом куда-нибудь деться. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира, первого эфира, называется симптоматика. Диагностика, маршрутизация, красные флаги, коморбидные заболевания. Помимо лекций для людей с невротическими расстройствами, сегодня будет еще очень интересно и полезно для людей, которые хотят профилактировать тревожнофобические расстройства. Окей? То есть те, которые хотят ими не заболеть. Ну, хоть желательно. Также будет интересный тезис в конце по поводу определенного не то чтобы смысла жизни, а одного из критериев успешной жизни в принципе. Вы же тут все разные, окей? А вы же здесь все по своему как бы инициативе, по своей. И я постараюсь выстроить так программу, чтобы каждый получил то, что он хочет, окей? Я очень сильно постараюсь. Вас тысяча человек. Вас тысяча человек. Это первый раз, когда у меня тысяча человек на сезоне, понимаете? Это очень... для меня это много. Я, конечно, не Балиновская, но для меня это значимо, знаете ли. Если кто-то не получил ссылку на общий телеграм-канал, напишите Владимиру, пожалуйста. Он вам поможет только попозже, после эфира. Хорошо? Значит, по поводу записей. Все эфиры по расписанию выходят в 19.30. В прямом эфире, как сейчас, я с вами беседую. А подкасты выходят на следующий день в 12.00. Также следующим днем утром выкладывается запись вчерашнего, например, эфира. То есть сегодняшний эфир у вас появится в личных кабинетах завтра. И завтра же откроется новый урок по физиологии с Владимиром Александровичем Меркурьевым. Всем это понятно? Понятно всем? Всем это понятно? И такая достаточно легкая, и я бы сказал попсовая, но в этой попсе очень много нюансов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание по поводу того, в каком направлении вы движетесь и кто сбился с пути. И когда мы сбиваемся с пути, мы попадаем в определенную ситуацию. Мы его называем невротическим расстройством. И вот эта метафора «я ехал, но случилась пробка, и я заблудился» – это метафора именно про то, что человек ехал не в своем направлении. Поняли, да? И потом я остановился и начал думать о том, куда я вообще еду. Маленькая книжка, очень просто написана, но она поднимает очень важную тему экзистенциальную. Кто я? И куда я еду вообще? И что я буду делать перед смертью? Друзья мои, о смерти будет отдельный большой разговор. Воскресательный знак поставьте, кто это понимает. Надо быть к этому готовым во всех смыслах разговору, потому что мы будем говорить о смертях наших, мы будем говорить о смерти родственников. И это неотъемлемая часть вашего образования, вашей стрессоустойчивости, вашей подготовки. Очень много ваших проблем строится в жизни от страха этого финала. И если убрать страх этого финала, вы не поверите, но вы очень сильно поменяетесь сразу же. Если убрать страх осуждения близкими, и я покажу, что за этим стоит, вы поменяетесь. То есть есть такие маркеры, которые очень похожи на оковы. Смерть, мнение окружающих, остаться в одиночестве, остаться без кого-то и так далее. Мы будем об этом еще много говорить. Это те наручники, которые не дают вам быть настоящими. Которые не дают вам быть такими, какие вы есть. Ну, кроме этого, есть еще цензура, мораль и так далее. Окей, давайте с вами начинать. И мы сегодня с вами поговорим сначала о самом начале. О том, с чего вы должны начинать свою терапию. Если вы психолог, записывайте. Если вы специалист, запоминаете. Если вы клиент, тем более. Значит, все начинается со следующего. Мы с вами говорим о тревожно-фобических расстройствах. О тревожно-депрессивных. Значит, пишем. Первое. Симптоматика. Симптоматика. Значит, почему в невротических расстройствах такая разнообразная симптоматика? И почему она мигрирует? Почему она как-то вот странствует, что ли, даже. Иногда клиент описывает. Потому что наше тело пронизано вегетативной нервной системой. И проблема заключается в том, что вегетативная нервная система, внимание, обязана, обязана, я вот так буду делать, обязана откликаться на эмоциональное состояние человека. Плюсик ставим в чате, кто это понимает. Вегетативная нервная система обязана откликаться на эмоциональное состояние человека. Если вегетативная нервная система не откликается на эмоциональное состояние человека, то человек либо в морге, либо патологически больной человек. Еще раз повторю. Вегетативная нервная система обязана откликаться на эмоциональное состояние человека. Вы скажете, а как же раньше-то она не откликалась-то, да? Ну, скептики же так наверняка мне скажут Все очень понятно, хороший вопрос Она на самом деле у вас откликалась всегда Вспомните экзамены, вспомните свадьбу, вспомните рождение ребенка Вспомните какой-то трагический случай Слезы этой работы вегетативной нервной системы Мурашки, потение ладошек, подмышек, ком в горле, нет слюны, тахикардия, страх, озноб, жар, пот Это отклик вегетативной нервной системы на условия среды Но есть эмоциональные условия, на которые ваша вегетатика тоже всегда откликалась А теперь пишем, в чем разница Разница в том, когда вы попадаете просто в эмоциональное состояние эпизодически Ваша вегетативная нервная система откликается Но поскольку нет самого тревожного расстройства Вы не замечаете этот отклик И этот отклик не такой сильный Восказательный знак ставим, кто это понимает То есть, как бы есть импульс вегетативный Но он не значим для вашего мозга Он вами не обдумывается Он просто как-то вот есть и есть Но если я заставлю вас сдавать этот экзамен Перед которым у вас тревога 24 на 7 на протяжении 6 месяцев При этом еще сделаю так, что вы не понимали, что вы сдаете экзамен То получится, что вы находитесь в состоянии хронического тревожного напряжения Не осознавая этого И не понимаете, откуда у вас идет вегетативный отклик Это всем понятно? Поэтому вегетососудистая дистония Ипохондрия Навязчивые мысли в психологической концепции Ритуалы Различные родофобии, кардиофобии Экстрасистолы Камы в горлах И прочее, прочее, прочее многообразие вегетативных симптомов Это отклик нашей психики А именно высшей нервной деятельности вегетатики На, внимание, хроническое Внутреннее Неосознанное Эмоционально тревожное напряжение Восклицательный знак, кто это понял? Это не болезнь вегетативной нервной системы Это не болезнь сердца Это не болезнь гортани или щитовидки или легких Это не сглаз и не проклятие Это абсолютно здоровый отклик организма На хроническое Внимание Неосознаваемое Тревожное состояние человека Почему я делаю акцент на слове Неосознаваемое Потому что в этом вся подстава невротических расстройств Я со своими клиентами Простите Я со своими студентами Предельно откровенен и жесткий Чтобы им было проще в бою потом И я сейчас хочу вам привести кое-какой пример Которым я пытаюсь Некоторых неуверенных выпускников на ГОСе Пошатать чуть-чуть Хотите этот пример? Давайте Значит, мой любимый пример С девочкой С сумочкой из ЦУМа Представьте себе Что вы идете под ЦУМу И вы видите сумочку Прада за 350 тысяч Вам пипец, как ее хочется купить Ну, очень сильно Плюс их ставим, кому хочется Прада за 350 тысяч Ну, представим себе Очень надо Вот прям очень надо Вам Праду за 350К Но у вас нет сейчас возможности Потратить 350 рублей Потому что вы недавно потратили Последние 600 на Макдональдс Ну, как бы немножко не до Прада Или что-то не входило в ваши планы В общем, вы не можете сейчас себе ее позволить Представили? Супер! Сталкиваются две противоречивые тенденции С одной стороны Я хочу эту сумку Потому что буду считать себя Успешной Мне будут завидовать Я себя порадую Это одна тенденция, да? А другая тенденция Я не могу себе ее позволить И я спотыкаюсь об ситуацию Сталкивается Я хочу, но я не могу Внимание, вопрос Почему кто-то заболеет неврозом А кто-то нет? Правильный ответ на этот вопрос На ГОСе у нас звучит так Если девушка осознает это Это уже хорошо Потому что, когда человек осознает это противоречие У него есть поле для терапии Это первое Второе Если девушка может продуктивно разрешить это противоречие И скажет себе Люсь Мало ли что тебе хочется Давай немножечко сейчас зажмем красоту в мозолистую руку И потерпим Окей? Давай не выделывайся здесь Копытцем не бей Потому что сейчас эта сумочка тебе вообще не в красную армию никуда Или скажет Давай подождем Или скажет Давай попозже Поняли, да, метафору? То есть она осознала противоречие Высказательный знак Кто понял И может его продуктивно разрешить Тогда она не заболеет неврозом Хотя у нее тоже есть противоречие Но если эта Люся Не осознает этого И купить для нее сумочку является особо значимым Потому что в детстве у нее не было сумочки Потому что в детстве у нее не было Каких-то аксессуаров Которые ей придавали ценности и значимости Она считает, что для нее это очень важно При этом она сталкивается с тем Что она не может себе это позволить И если она начинает себя по этому поводу Очень сильно гнобить Из серии Я какая-то не такая Когда же я куплю А вот Светка купила Машка купила А я никак не могу И это примерно Еще и будет ей не осознаваться То в какой-то момент она может начать испытывать Вот эти вегетативные странные состояния Вот как пример Понятно, что люди не заболевают неврозом Из-за сумочки Биркин Хотя Биркин стоит 2 миллиона 600 Если вы найдете Хорошо, можно и за 3 Но смысл в том, что Вы поняли примерно метафору? То есть Для хейтеров Вегетатика работает всегда Эмоции работают всегда Но вопрос просто в том Сколько лет Месяцев Вы находите в состоянии Хронического тревожного состояния Поняли? Еще один кейс Покажу вам, как это работает Берем ручки, пишем Взяла ручку, написала Представьте себе женщину Которая Считает, что ее дочь Это смысл ее жизни Которая хочет своей дочери Дать то, чего не было у нее Представьте себе Женщину, которая Не видит своей жизни без ребенка Представили? Как вам кажется В каком она эмоциональном состоянии Будет по жизни От момента рождения ребенка? Она будет в хронической Бессознательной Отчасти сознательной Тревоги Потому что Если ребенок Смысл ее жизни Без которого Она жизни не видит Значит все обстоятельства Которые Будут угрожать ее ребенку Мнимые И истинные Будут давать ей Повод для тревоги Вот что такое Генерализованное Тревожное Расстройство Всем это понятно ГТР Сокращенно иногда пишут Генерализованное Тревожное Расстройство Это Нозология Или Диагноз Расстройство Под кодом Который Можно По-человечески Объяснить Как Личность Которая Нарисовала себе Определенные Личностные Тезисы Которые Нереалистично Реализовать В жизни Понимаете Многие скажут Почему же Нереалистично Ну вот вернемся К этой женщине Нереалистично Потому что Вы не можете Уберечь ребенка От всех бед Вы не можете Ребенка запереть В подвале И сделать так Чтоб он Не услышал слово Хер На улице Вы не можете Ребенка уберечь От несчастных Случаев Вы не можете Ребенка уберечь От многих вещей На которые Вы не влияете Но ваш разум Думает Что вы можете Влиять Отсюда Рождается Гиперопека Отсюда Рождается Гиперконтроль Знаете Почему Потому что В вашем детстве Не было Такой теплоты И заботы Правда же И вы хотите Дать своей дочери То чего не было У вас Так Вот что Заставляет вас Болеть неврозом Вы так Наделяете Смыслом невротическим Своего ребенка Не в плане Что ребенок Это плохо А в плане Что вы родили малыша Для того Чтобы с помощью него Отработать То детство Которого вам не хватило Дав ему якобы его Но на самом деле Вы таким образом Создаете себе Генерализованное Тревожное расстройство Вот почему Многие женщины Выходят в симптоматику Страх заболеть Убить Потерять контроль Или панические И прочие расстройства После рождения малышей Но мы об этом Отдельно будем говорить Когда про ОКР Будем говорить Это только прелюдия Сегодня Да Поэтому друзья мои Вегетатика Это всегда Про эмоциональную проблему Вопрос только в одном Она краткосрочная Или долгосрочная К чему я это вообще рассказывал Если у вас есть диагноз ВСД Или у вас есть вегетатика Запишите себе пожалуйста Красным по белому ВСД Это эмоциональное Физиологическое Вегетативное проявление Тревожного расстройства Точка ВСД Это вегетативное Эмоциональное проявление Тревожного расстройства Это не болезнь Лечения не существует этого Потому что невозможно Выключить Пишем Пиши Невозможно Выключить Вегетативную нервную систему От хронического Тревожного расстройства Плюсик ставим Кто это понимает Невозможно Выключить Вегетатику От хронического Тревожного расстройства Надеюсь, все это понимают, потому что это технически невозможно. Но пишем, вегетатику выключить нельзя и не нужно. Что нужно выключить, друзья мои? Тревожное расстройство. Не бывает, блядь, ВСД Людмилы с детства, с детства бывает пограничное расстройство личности. Услышьте меня сейчас. Не бывает ВСД с детства, с детства бывает основное заболевание. Тревожное, тревожно-депрессивное, пограничное, психотическое. Поймите это. Нету никакого ВСД. Это всего лишь навсего понос вследствие расстройства кишечника. Лечить надо не понос, изучая его консистенцию и аромат. Лечить надо расстройство кишечника. Услышьте меня. Вегетососудистые приходы, симптомы, их разнообразие. Лечить нельзя, невозможно, технически. Плюсик ставим, кто-то понимает. Это следствие проблемы личности. Все это поняли? Что такое ВСД? Это проявление эмоционального расстройства. Либо тяжелого личностного расстройства, либо тревожного расстройства. Либо генерализованного, либо невротическая реакция. Всем это понятно. Если кому-то поставили ВСД с детства, это может быть либо ошибка врача, просто он написал хер знает что, из серии непонятно что с вами, на что-то вы пожаловались когда-то. Либо вы действительно вегетатите с детства достаточно сильно, потому что вы просто с детства тревожный кабан. Или кабанчик. Но если вы с детства тревожный кабанчик, конечно, у вас будет вегетатика всю жизнь шарашить. И дебилы-врачи будут вам говорить, что у вас ВСД. Правда, в том, что когда-нибудь вы столкнетесь с настоящим врачом, кто скажет, деточка, у тебя с детства тревожное расстройство, а то и пограничное какое-нибудь. Вот тогда вы начнете говорить про правду. Но вам же проще говорить, что у вас ВСД, чем ПРЛ. Правда же? Вам же проще считать, что у вас ВСД с детства, чем то, что вы тревожный кабан. Вам проще считать, что у вас ВСД, чем посмотреть правде в глаза со словами «я немножко ебанесса» с детства. Не очень приятно быть тревожной ебанессой. Приятно лучше иметь ВСД, потому что, ну, типа, у всех, да? А давайте научиться принимать себя немножко ебанессой. Если у тебя вегетатика шарашит, если у тебя паника шарашит, если у тебя симптоматика шарашит, ну, значит, что-то скукуха не то. Не в том смысле, что ты с ума сходишь, а что-то не то в плане интерпретации жизни, потому что ты слишком тревожно живешь. А кто тебя рожал, чтобы ты жила тревожно? Никто. Ты посмотри на детей, которые рождаются. Они что, тревожные сразу? Они открытые, да абсолютно интересные ребята. До тех пор, пока им не сказали, как правильно жить. Что хорошо, что плохо, что нормально и что ненормально. Ты такой ебанесса не родилась. Плюсик ставим, кто-то понимает. Не родилась. Тебя научили быть такой ебанессой тревожной. Ты не родилась такой. До тех пор, пока тебе не рассказали, как правильно, как неправильно, какой смысл жизни должен быть, как жизнь должна быть выстраиваться, когда мама расстроится, когда папа расстроится, когда ты нормальная, когда ты ненормальная, когда у тебя 5, и когда у тебя 4. И в результате всей этой нехитрой комбинации ты стала тревожной ебанессой. И вот почему у тебя вегетативная дисфункция. Вот так на пальцах, понятно? Теперь я хочу сразу, чтобы сразу с места в карьер, вы думали, что будет разминка долгая сегодня, да? Я вас предупреждал, сезон будет очень плотный. Сразу закидываю вам в голову одну идею, которую мы будем обсуждать с вами на сезоне очень интенсивно. По поводу детства. Ну, давайте так. Итак, как вам кажется вообще, почему не все дети заболевают неврозами, даже если у них тревожный там какой-то контекст, именно расстройствами? Идея в том, что у каждого из нас в детстве есть определенные уязвимости, пока назовем это так. И вопрос заключается в том, какой объем этих уязвимостей. Плюс их ставим, кто понимает. Бывает так, что человек имеет уязвимость только в чем-то одном. Например, в отвержении. Или, например, когда у него не получается. Или, например, в несправедливости. И он, в принципе, будет жить нормально, без расстройства, до тех пор, пока ситуация не попадет в эту проблему. Поскольку это его уязвимость, он не умеет продуктивно это разрешать. Он выйдет в симптом для того, чтобы это немножечко разрешить. Об этом попозже. Но есть люди, у которых с детства вот эта вот конфигурация, она имеет множество уязвимостей. Воскресательный знак ставим, кто это понимает. Множество болезненных мест. Я должна посоветоваться с мамой, чтобы выбрать трусы. Как мама скажет, так и правильно. А как бы не ошибиться. А как бы плохо не подумали. Я точно знаю, что хочу. То есть, там, мы будем об этом говорить. Там очень много бывает нюансов. И у таких людей, ну, как бы шансов выйти в тревожное расстройство, мягко говоря, 100%. Потому что, чтобы они не вышли в таком формате личности в тревожное расстройство, им надо жить в лесу, в землянке или в какой-нибудь келье в монастыре. И то не факт, что там не будет вегетатики. Всем это понятно. Теперь, что я хочу вам заложить в голову. Пишем. Берем ручки. К сожалению, наши... Наша система базово создает людей, которых потом мы будем лечить. И это не система нашей страны. Это система, к сожалению, которую люди выстроили сами. Единица родителей, которые эту систему понимают и пытаются своим детям объяснить немножечко по-другому. Давайте я вам покажу, как это вообще рождается. Хотите? Интересно вам? Я надеюсь. Все мы ходили в школу. Ну, большинство людей ходило в школу. И в школе нас чему учили, друзья мои? Как правильно решить пример и как неправильно решить пример? Правильно решить задачу, неправильно решить задачу. Правильную ошибку сделал, ошибку не сделал. И поставить там за это оценку. И если я не сделал ошибок, я получаю 5. Если я сделал ошибки, я получаю 2. Я либо знаю, как решить правильно задачу или уравнение реакции, либо я не знаю, как решить правильно задачу. Согласны? Просыпаемся! Алло! Всем это понятно? А теперь смотрите, что происходит. Если родители в этот момент не подключаются и не объясняют ребенку, что это к жизни не имеет никакого отношения, напишите в чате, кому это родители объяснили, интересно. И не объясняют этого, то ребенок начинает с детства научаться конфигурации, что есть некие правильные решения, некие правильные шаги, некая правильная жизнь, правильные действия и, соответственно, последствия неправильных решений. Понимаете всем это? И тогда не возникает вопросов, почему этим людям тяжело принимать решения в жизни. А отложенное принятие решений, подавленное принятие решений, а подавленная правда это прямой путь к тревожному расстройству. И многие люди не могут даже понять, что они мучаются своим тревожным расстройством просто потому, что они боятся принять неправильное решение в жизни. Ну, вот вам банальный пример. Перед вами Сережа и перед вами Саша. Сережа из хорошей семьи, очень перспективный. И все вам говорят, выходи за него замуж. И есть Саша. Такой, немножечко распиздяй. Он вам нравится? Пипец. Он прям вот вас зажигает. Вот прям нравится. Но он не из очень хорошей семьи. Он какой-то нестабильный. Он какой-то не перспективный. Он какой-то, скажем так, как сказать, не супер перспективный. Вы, естественно, руководствуясь вот этой всей школьной мишурой и родительскими концепциями, говорите, что надо выйти замуж за кого? За Сережу. Потому что все показатели говорят о том, что так решить это уравнение правильно. Плюсик ставим, кто согласен. Вы взвешиваете. И это правильное решение, говорят они. А теперь смотрите, как на самом деле выглядит в жизни на нашей с вами планете. На нашей с вами планете нет понятия правильного решения или неправильного решения. На нашей планете есть гражданский уголовный кодекс страны, в которой мы находимся. Есть некие правила. Это первое. И мы должны соблюдать гражданский уголовный кодекс. Это базово. Хотя есть люди, которые считают, что это не обязательно, но, как правило, они за это расплачиваются потом. А вот все остальное имеет дерево расчета. Что это значит? Это значит, что если вы выберете Сережу или Сашу, будут происходить следующие с вами вещи. И здесь нет понятия правильно или неправильно. Видим, да? Выбрали одного. И у вас может быть несколько вариантов вообще, как дальше сложится ваша с ним жизнь. И здесь может быть очень-очень много различных веток, комбинаций, вплоть до того, что вышли вы замуж за правильного человека. Да? Но при этом где-то вот здесь он случился каким-то странненьким. Или здесь вы где-то разбились в автокатастрофе, в автокатастрофе, потому что он выпил. И вот здесь может быть очень много чего. И как бы правильное решение, но как бы он пердит в диван, и как бы вы пожалели. Хотя вот здесь было правильно. Согласны? Вот здесь было правильно. Правда же? А есть неправильный парень. Если принимать такое решение, то там будет то же самое. И может случиться так, что в этом дереве комбинаций и вероятностей он сделает прорыв, откроет компанию, бизнес, и вы сможете классно жить, путешествовать, помогать детишкам, собачкам, кошечкам. Казалось бы, неправильное решение. Неправильный парень. Но последствия комбинации будут совершенно другими. Плюсик ставим, кто это понимает. И проблема заключается в том, что мы очень часто пытаемся увидеть эту комбинацию, а вы ее никогда не увидите. Вы пытаетесь взвешивать первоначальные данные уравнения и пытаетесь их взвешивать. Понимаете? Вы их пытаетесь оценивать, думая, что оценка этих исходных данных гарантирует вам следствие. А я хочу, чтобы вы поняли, что исходные данные не гарантируют вам следствие. Всем это понятно? К чему я подвожу, коллеги? Я подвожу к тому, что иногда исходные данные хорошие, но через 3-5 лет все по-другому. Иногда исходные данные легкомысленные и не очень, но следствие совершенно другое, классное, клевое. Поэтому, когда вы оцениваете людей вот таким вот образом, вы не думаете, что вы мессия, который знает, как будет дальше. На что же опираться, скажете вы в этой истории? Прежде всего опираться нужно на понимание этого. Второе, нужно будет опираться на разного рода варианты и как вам будет с этим. Ну, а дальше я вам расскажу чуть позже, на чем мы будем опираться, когда учиться будем делать решение. Это такая небольшая прелюдия к тому, о чем мы будем много говорить. Идем с вами дальше. Пишем. Основные заболевания которые надо исключить при лечении тревожных расстройств. Валерия, по любви это очень опасное слово. Я понимаю, что это звучит от меня, наверное, не очень, но вы же здесь для того, чтобы услышать, что я об этом думаю, как человек, который занимается людей с проблематикой, так сказать, да? И вот люди вот с этой историей про любовь это вот как бы есть там определенная понимаешь проблемка. Потом об этом поговорим про любовь. пишем перечень заболеваний, которые надо исключить. Значит, в чем фишка, ребята? Есть основные заболевания, которые очень по симптомам похожи на невротические. давайте попробуем расположить их по популярности. На первом месте по популярности у кардиологов, неврологов и терапевтов это симптом в виде головокружения, слабости и отдышки. пишем головокружение, слабость и отдышка. Это синдром, с которым приходит в основном к кардиологу, к неврологу и к терапевту. И этот же симптом может быть и при тревожных расстройствах, поскольку вегетатика стимулируется адреналином и так далее. Может быть тахикардия, может быть отдышка и может быть головокружение. Всем это понятно? Это всем понятно? А теперь пишем проверить первое уровень гемоглобина, ферритина и железо. Огромное количество женщин, которые имеют латентную железодефицитную анемию или истинную железодефицитную анемию, жалуются на слабость, головокружение, отдышку, но при этом не понимают, что это симптом низкого уровня гемоглобина вследствие гипоксии головного мозга. Их головокружение, их слабость, это не нервно-психическое истощение, это не невроз, и это не потому, что она не поела сегодня утром, а потому, что мозг находится в состоянии хронической гипоксии. Девочки, восклицательный знак, кто это понял? А поскольку женщины каждый месяц теряют примерно 200, а то и больше миллилитров крови, они у нас каждый месяц полудоноры, потому, что донорский забор 450. Если у вас обильная менструация, то там еще и пойди все 300. Это вы каждый месяц фактически полудонор, понимаете, да? Соответственно, это важно понять. Прежде чем идти по психиатрам, сдайте общий анализ крови и добавьте к нему ферритин. Три показателя. Гемоглобин, ферритин и железо. Причем железо не супер значимо. Ваша задача посмотреть гемоглобин, чтобы он был в референсах лаборатории, и ваша задача посмотреть как минимум ферритин, чтобы он был как минимум хотя бы от 30. Хотя бы от 30. Объясню, в чем фишка с ферритином. Ферритин как таковой это не прямой показатель напрямую плохого самочувствия. Это показатель уровня запаса железа в организме. Девочки, если у вас ферритин на нижних границах ниже 10, это означает, что вы одной ногой в железодефицитной анемии. а то она у вас скачет. Поели, не поели, поели, не поели, месячные обильные, ушли в железодефицит, в анемию. То есть ферритин ниже 10 однозначно должен быть скорректирован гематологом. Все это поняли? Порой одна две капельницы ферринжекта решает эту проблему и уйдет ваше головокружение, слабость и отдышка. Если она была вызвана соответственно железодефицитной анемии. Сами себе ничего не делаете, идете к гематологу и соответственно вам назначают в стационаре эту капельницу. Для тревожно-мнительных людей сразу говорю, что когда вы начнете капать железо, железо дает очень специфическую вегетативную реакцию в виде жара, покалывания и вы можете неправильно проинтерпретировать это состояние. Поэтому предупредите своего врача, что вы немножко тревожный кабан, чтобы вас успокоили. По протоколу во время капельницы с железом с вами будет медсестра и вам поможет. Всем это понятно? Супер! Поэтому первое, с чем я хотел, чтобы вы что услышали, это про железодефицит на анемии. Азамат Маратович Баймуканов, врач-кардиохирург, вам про это будет говорить на подкасте по кардиологии. Плюсик ставим, кто-то понимает. Не просто так кардиохирург будет про это говорить, потому что очень часто приходят пациенты, которые думают, что у них какая-то проблема с сердцем, хотя у них просто железодефицит. Это первое по популярности. Пишем. Второе по популярности, что бывает... А, простите. А теперь представьте себе ситуацию. Отвлекитесь на меня. Представьте себе ситуацию, девушка, у которой сложности в личной жизни. Она выходит в панические атаки, в паническое расстройство, в тревожное расстройство. Представили? Потому что она, ну, например, не может принять решение с парнем, а это решение для нее несознаваемое, противоречивое и так далее. Представили себе? Супер! Представили! А теперь представьте себе, что помимо панических атак и тревожного расстройства, у этой нашей Зины еще и гемоглобинчик 90. Потому что у нее плохо всвасывается железо в кишечнике. А еще наша Зина сидит на диете. Она же любит сидеть на диете. Всем это понятно. НЦД и ВСД в принципе это одно и то же. Это просто разные термины неврологические и терапевтические. Всем это понятно. И если девушка имеет истинное тревожное расстройство и то, что мы называем коморбидно-железодефицитную анемию, вопрос, а психолог разберется, какой синдром к чему относится? Вот вы разберетесь так вот с кандычка, друзья мои? Напишите, пожалуйста, в чат. Вот приходит женщина, говорит, здравствуйте, у меня слабость, тахикардия, отдышка, головокружение, вялость, сонливость, усталость. При этом я не могу принять решение с парнем, у меня панические атаки. Долбоеб, психолог скажет, ну будем прощать отца и мать, потому что ты переносишь на своего парня какую-то отцовскую материнскую фигуру и начинаются проблемы. Выпускник школы эмоционального интеллекта и психотерапии прежде всего спросит, а когда вы последний раз давали общий анализ крови, железо и ферритин. Вот в чем разница. Потому что пишем, никто не отменял паническое расстройство, ОКР, депрессию, генерализованное тревожное расстройство и, блядь, железодефицитную анемию. Всем это понятно. И очень часто девочки мои и мальчики, ну мальчики практически нет, у мальчиков кое-что другое, очень часто, когда вы пытаетесь лечить ваши неврозы, параллельно ходите по самому тонкому льду с ЖДА. Всем это, девчонки, понятно. Поэтому сначала контролируем свое железо с гемоглобином, а потом прощаем мать с отцом. Хотя это тоже не нужно делать, потом объясню почему. Следующий по популярности симптом пишем девчонки здоровее будете, соберитесь. пишем слабость, вялость, апатия, бессонница, плохой аппетит, упадок сил, потеря либидо, потеря настроения. в принципе, если вы пойдете по классическому опроснику, то вы увидите депрессивный эпизод. Ну, как бы очень похоже на депрессивный эпизодик, правда же? или, например, другой синдром взвинченность, тревожность, тахикардия, сухота во рту, эмоциональная лоббильность, гневливость, вспыльчивость, суетливость. Тоже похоже на тревожное расстройство, правда же? Но если вы долбоеб психолог, то вы так и подумаете. Выпускники школы эмоционального интеллекта и психотерапии зададут вопрос, а когда вы последний раз сдавали гормоны щитовидной железы, прежде чем рассказывать про маму и папу? Потому что есть такие два состояния гипо несниженный и гипер повышенный тиреотропный гормон. Гипо и гипертиреоз. Проще говоря, это недостаточная работа щитовидной железы или ее слишком избыточная работа. Если работа щитовидной железы, друзья мои, недостаточно, то сниженное количество гормонов щитовидной железы приводит вас к вялости, сонливости, апатии, бессилию, остынии, нежеланию что-то делать, не потому, что у вас внутренний конфликт, и не потому, что вам надо работать над мышлением, и не потому, что вам нужно простить мать и отпустить бывшего своего. Вам просто надо сходить к эндокринологу и пропить тероксин в правильной под вас подобранной дозировке, и ваша жизнь наладится, прикиньте, очень быстро, вы даже не удивитесь, как. то же самое касается гипертириоза, возбудимость, тахикардия, суетливость, гневливость, ажиотация и так далее. То же самое, когда слишком много гормонов щитовидной железы, бывает такая история, и это не тревожное расстройство, и это не прощение матери, и не родовое проклятие, и не психотравма детства, это просто гипертрофированная функция щитовидной железы, которая тоже должна быть купирована эльтероксином в правильно подобранной дозировке, и все. Третье, по популярности, проблема, с которой сталкиваются наши, и кстати, опять же, девочки и мальчики, коморбидно может быть тоже, то есть сочетано, плюсик ставим, кто-то понимает, и щитовидка, и соответственно, тревожное, депрессивное, истинное расстройство. А тебе представьте себе на секунду, женщина переживает развод. Тяжело переживает, представили? Представили тяжело переживающую развод женщину. Какие анализы? Вы идете ко врачу, и он назначает вам анализы. Там, и он же их интерпретирует. Идете к эндокринологу, идете к гематологу с определенными жалобами, говорит, я хочу проверить, нет ли у меня ЖДА, и нет ли у меня гипо- или гипертиреоза. Там общий анализ крови, гемоглобин, ферритин, и там ТТГ, Т3, Т4. Общий, свободный. Идем дальше. Бывает же так, что женщина переживает тяжело развод с мужчиной. Такое бывает. А кто вам сказал, что этой женщиной не может быть одновременно железодефицитной анемии и гипотириоза? А теперь давайте соединим депрессивный эпизод как синдромокомплекс, синдромокомплекс анемии и синдромокомплекс гипотириоза. Как вам кажется, а вы 100% уверены, что вы лечите вообще, господа психологи? Ну вот как бы, как вам кажется? Просто представьте себе на секундочку женщина в депрессивном эпизоде после развода, у которой еще и гипотириоз, и еще сниженный гемоглобин. Представили? Ее шатает, мотыляет, у нее отдышка, тахикардия, слабость, апатия, сонливость, отсутствие желания, либидо, плюс еще все это надоело. Смешивается это с депрессивным моментом ангидонии, не получая больше никакого удовольствия. Она реально не знает, что лечить. Понимаете, все? Поняли, чем мы в школе занимаемся у нас? Мы должны разобраться, вот эти ее симптомы, они все относятся к депрессии? Или они относятся где-то к коморбидным заболеваниям? Окей? Это очень важно. Это современный, научный, медицинский, психотерапевтический, здравый подход к психотерапии. Это не психология. Все понимают, что это современный подход. Следующий по популярности проблема то же самое. Слабость, сонливость, апатия, безразличие, отсутствие либидо, отсутствие мотивации, отсутствие какого-то эмоционального фона. И здесь по популярности на третьем месте это высокий уровень пролактина как у мужчин, так и у женщин. При этом у мужчин естественно сниженный уровень тестостерона. Это прямая зависимость. А пролактин и дофамин имеют тоже прямую зависимость. Чем выше концентрация пролактина, тем хуже работают дофаминовые нейроны. А дофамин у нас отвечает за что? За мотивацию, за желание что-то достигать и желание что-либо делать. И за простройку действий для получения удовольствия. Если у вас высокий пролактин, у вас не депрессия. У вас классическая рикошетная история с этим самым с дофамином. Бывают такие проблемы, которые называются пролактиномы. Это доброкачественное образование в гипофизе, которое вызывает очень сильную концентрацию пролактина как у мужчин, так и у женщин. Поэтому топаем и по назначению эндокринолога сдаем пролактин эстрадиол. Мужчины по назначению врача сдают пролактин, эстрадиол, глобулин, связывающий половые гормоны ГСПГ, лютизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон. Тестостерон общий и свободный. Ребят, я все вам это напишу в чате ТГ. Не обязательно сейчас, блядь, переписывать. Окей? Я вам все это напишу в чате. Плюсик ставим, кто-то понимает. Ну, на всякий случай напомню циферки, там вот это все, что надо посмотреть. Я все это вам скину. Расслабьтесь. И вот тут, потому что, понимаете, мы тоже можем пытаться лечить депрессию по синдромам, но на самом деле это проблема пролактина, на самом деле это проблема высокого глобулин, связывающего полового гормона и низкого тестостерона. Это может быть проблема и тестостерона, и гипотириоза, и того, и того, и вместе. Все понимают, о чем я. Ну, и следующее по популярности, конечно, к сожалению, большому. Я сейчас не буду говорить про дефициты, витамин D, потому что очень спорная тема вообще. Мы будем говорить, наверное, с вами про грозные заболевания, такие, как ишемическая болезнь сердца, такое, вот с азоматом мы будем говорить об этом с вашим кардиологом, мы будем говорить про различного рода онкологические заболевания, потому что остыния, слабость, вялость, разбитая утомляемость, это не специфический симптом. Что такое не специфический и специфический симптом в медицине, чтобы мы с вами на одном языке говорили, окей? Вот, смотрите, головокружение, слабость, вялость, апатия, это симптом, указывающий на какое-то одно заболевание или на множество? На множество. И гипотириоз, и гиперплактиномия, и онкология, и истощение центральной нервной системы, и много-много-много чего. Поэтому запомните, что такое не специфический симптом. Это симптом, который не специфичен какому-то одному заболеванию. Всем это понятно? Давайте поймем, что такое специфический симптом. Специфический симптом, это симптом, который свойственен именно этому заболеванию. Плюсик ставим, кто это понимает. Например, гнойно-желто-зеленые выделения из полового члена при гонории. Простите меня за сравнение. Но просто это очень специфичный симптом. Всем это понятно? Не прозрачные, а желто-зелено-гнойные. Вот это специфичный симптом. И это явно не симптом простуды, и явно не симптом железодефицитной анемии, и явно не синдром герпеса, и явно не синдром низкого пролактина и тестостерона. Это инфекционное заболевание, которое надо остро лечить антибиотиками, азитромицином в основном, или этим цифреаксоном. Поймите, вот это очень важно. Все это понимают. Поэтому у кого есть симптомы в виде головокружения, слабости, вялости, и вот это все, что мы перечислили, убедитесь сначала со своим лечащим врачом, что вы прошли определенные исследования крови и исключили у себя хотя бы тот пул, о котором мы говорим. Вот это всем понятно сейчас? На сегодняшний день это всем понятно? Ребята, я не просто так этому время посвятил. Вы не поверите, сколько клиентов, пациентов у Азамата Маратовича, у Сергея Сергеевича Потанина, который с вами будет говорить психиатра, у наших коллег из клиники Рассвета, из Докмеда, которые жалуются и пьют антидепрессанты, но что-то как-то, понимаете, если у вас железодефицитная анемия, никакой прозак вам не поможет, никакой веналфлоксин вам силы не даст, если у вас гипотириоз, никакой ингибитор селективного обратного захвата серотонина вас не вылечит, а вы все будете дозу увеличивать или препарат менять, всем это понятно? Поэтому, пожалуйста, все начинается с этого. Идем с вами дальше. Существуют определенные симптомы, на которые в доказательной медицине принято обращать особое внимание. Они называются красными флагами. Красные флаги, это не потому, что там флаг красный, флаги. А потому, что это жалобы пациента, которые могут прогностически указывать на наличие того или нового заболевания, которое надо исключить врачу-интернисту. Пишем красные, мать его, флаги. Красные флаги. Спасибо большое. А есть врачи в чате? Напишите, как вам подача материала. Если есть врачи, напишите, пожалуйста, как вам. Спасибо большое. Пишем красные флаги. Первое. Возраст 40+. Он сам по себе уже является некоторым моментом не то, чтобы прям супер красный флаг. Это не значит, что все после 40 больные. Это означает, что после 40 прогноз развития какого-то хронического заболевания существенно увеличивается. Спасибо большое. Очень приятно. Супер. Я очень рад, что врачам нравится. Красавчики. Спасибо за поддержку. Поэтому первое это возраст 40+. Второе. Пишем. Самое важное. Выделение крови. кровь в рвоте, кровь в стуле, в моче, в мокроте, износа. Любые кровенистые выделения это указатель на очень срочное обследование. всем это понятно? Это очень важно. Следующее. В медвузе будет, Людмила, такая программа. Уже очень скоро. Скоро увидите. Но только скорее медвуз придет к нам. И вы увидите, как я это сделаю в стране нашей. Второе. После крови. это похудение. Необъяснимое похудение и бледность кожи. Похудение на 5-8 килограмм за месяц полтора. Без принудительного голодания или физической нагрузки. Резкое падение аппетита и похудение. Это тоже красный флаг, указывающий на необходимость обследования или до обследования. Всем внезапно начинающиеся головные боли, которые вам были несвойственны. Плюс их ставим, кто-то понимает. Вот несвойственны вам были мигрени. И вдруг у вас начинает болеть системно голова. Тоже очень важно дообследоваться. Может быть, это развивается мигрень на фоне неврологических патологий в шейном отделе, на фоне эмоционального стресса, на фоне еще чего-то. Может быть и так. А может быть, это симптом достаточно грозного заболевания головного мозга. Следующий симптом это головокружение. Когда у вас не было системных вертигов, раньше в анамнезе, в истории вашей жизни, у вас не кружилась в принципе базовая голова, и тут вдруг она начала у вас достаточно серьезно покруживаться. тоже надо сходить к неврологу. Обязательно. МРТ головного мозга, ультразвук сосудов шеи и головы по назначению врача невролога. Поняли все это? Следующий красный флаг это ночная потливость. Вообще ночная потливость это такой специфический симптом, который ну не то чтобы специфический, он специфический, потому что он как правило связан либо с гормональными проблемами, либо с гормональными проблемами, либо с приемом лекарств, либо с какой-то другой перестройкой организма. То есть тут может быть как просто последствия приема препаратов, так и развитие грозных заболеваний. Поэтому пожалуйста обратите внимание во сне на не просыпаетесь ли вы мокрый. Тоже прелюдия к дообследованию. Я не хочу никого пугать, я хочу спасти кому-то жизнь, потому что наверняка из вас из тысячи никому это не понадобится. Но когда я буду говорить это на 10 тысяч, на 100 тысяч, и мои студенты, выпускники будут об этом тоже говорить, я вам 100% в какой-то момент мы спасем человеку жизнь. И в моей, и в практике Эльмир Маратовны это было. Мы спасали людям жизнь, вовремя обратив их на определенные грозные симптомы, до обследования которых диагностировались серьезные онкологические патологии, вовремя выполняли резекцию, назначали таблетированную химию или еще что-то, все, человек выходил в стойкую ремиссию и живет до сих пор. А были, к сожалению, случаи, когда ко мне приходили люди с головокружением, носовым кровотечением, папу, и я понимал, что это какая-то странная история, отправлял человека к врачу, человек говорил, да, давайте на томограф, на томограф и онкологии головного мозга. Человека три года уже как нет с нами. А ходила по психологам, прощала мать, потому что ей казалось, что она не принимает мать, понимаете? Я же не потому, что я такой умный, а психологи дебилы, а потому что можно пропустить определенные вещи, понимаете, о чем я говорю? Лучше запросить второе мнение врачей, лучше обследоваться, исключить, сделайте вы МРТ головы, ультразвук со щитовидки, кардиографии, это самое, ультразвук сердца, ЭКГ, мониторинг по холтеру, ультразвук брюшной полости, ультразвук мочеполовой системы, обязательно женщинам ультразвук мамограмму молочной железы, исследование крови, гормоны, ультразвук вен нижних конечностей, но сделайте вы это, у нас в стране смертность высокая, потому что люди доходят до врачей поздно, понимаете? Поздно, нету, ну как сказать, культуры проходить ежегодную диспансеризацию, это сейчас у нас в Москве моих родителей упрашивали, представляете, родителям писали, звонили, пожалуйста, придите в районную поликлинику бесплатно, им бесплатно делали МРТ, обследование крови, УЗИ, что там только не делали, бесплатно, просто придите, обследуйтесь. Идем с вами дальше. По поводу красных флагов всем это понятно. Головокружение, кровь везде, резкое похудение без причины, мокрый, липкий пот ночью, головокружение, головные боли. Вот это обмороки туда же, это такие вот указатели, которые не специфичны неврозам. Давайте так, мягко говоря, не специфичны неврозам. Но есть одна оговорочка, при невротических расстройствах люди могут худеть, потому что они нервничают, потому что у них пропадает аппетит, и они худеют. Поэтому те, кто плохо кушает из-за тревожного расстройства и похудел, это еще не приговор. Имейте это в виду, пожалуйста. Да, это может быть говорить о том, что у вас просто развивается тревожное депрессивное расстройство, которое влияет на ваш аппетит, и вы просто плохо кушаете. И при снижении тревоги у вас все восстановится. Всем это понятно? Аллилуйя. Движемся с вами дальше. Очень хорошо идем с вами, господа. У нас с вами следующая встреча по работе с симптоматикой, и давайте мы немножечко сейчас уже начинать. Значит, есть такое заболевание у нас в области невротических. А, давайте минуточку. Значит, те ребята, кто не болеет невротическими расстройствами, здесь находятся. Я вам перечислил основные заболевания и нюансы по крови. И я их еще добавлю вам в чаты, чтобы вы просто в жизни были предупреждены. И если у вас начнутся какие-то спецэффекты, чтобы вы знали, какие показатели у какого врача запрашивать. Окей? Чтобы вы были просто, как сказать, образованы, предупреждены, потому что мы называем это психообразованием. Но тут у нас психомет, так сказать, информирование. Да? Вот. Значит, теперь давайте поговорим с вами про обследование, которое надо пройти. значит, я сейчас перечислю очень много обследований, которые с гарантией защитят вас от серьезных онкологических и прочих патологий, от которых можно отъехать. Можно это записать. Я вам потом это вышлю все равно в чат, но просто послушайте. Я сейчас буду показывать сверху вниз, а вы запоминаете или потом послушаете. это не значит, что вы завтра должны пойти и потратить там энную сумму денег на обследование. Да? Это не значит, что вы должны завтра побежать. Это значит, что вы должны просто знать, какие обследования существуют и которые чего показывают. Отек ног, безусловно, да, почки, сердце. Совершенно верно. Ну, это тоже можно взять в красные флаги, но в принципе, когда у человека больные почки, и больное сердце, там помимо отека ног развивается еще много других симптомов, поэтому я бы не назвал, что он вдруг начался развиваться. То есть, там, как правило, все-таки очень возникает такая комплексная проблема. Поехали. Перечень симптомов. Первое. Идем сверху вниз. Конечно же, это МРТ головного мозга по назначению врача. Либо с контрастом, либо без контраста. показывает новообразование головного мозга, как доброкачественные, так и не очень, их локализацию. Также показывает гемодинамику, то есть, прохождение крови по сосудам головного мозга. Травмы, отеки, пост какие-то инсультные моменты, или может показать очаговые какие-то уже инволюционные изменения. Всем это понятно? Супер. МРТ. Дальше смотрим. Сосуды шеи и головы. Называется ультразвук сосудов шеи и головы. Что он показывает? Он показывает гемодинамический объем, который проходит у вас в сосудах вертебральных артериях шеи. Что значит гемодинамический объем? Гемодинамику, простите. Насколько кровь хорошо проходит по вашим артериям шеи. Проблема в том, что иногда в вертебральных артериях шеи есть искривление. Плюсикстайм, у кого это есть, кстати. Из-за этих искривлений или сужений гемодинамический отток нарушается. То есть кровь либо не приходит, либо плохо отходит. И тут возникает момент, что на УЗИ сосудов шеи и головы очень важно понять, пишем, и задать вопрос врачу. Пишем вопрос врачу, который надо задать после УЗИ шеи и головы. Пишем. Насколько сужение вертебральных артерий, пишем, гемодинамически значимо. Восклицательный знак, кто это записал? насколько сужение моих артерий или там сниженный отток гемодинамически значим. Бывает так, что есть некое сужение одной артерии, а у других все хорошо, некая извитость и так далее, сниженный отток. Но опытный невролог и опытный клиницист вам проинтерпретируют это, насколько этот отток или приток значим симптоматически и гемодинамически. То есть, бывает сниженный отток или приток, когда не могут возникать у вас из-за этого симптомы. Все поняли это? То есть, сам факт у вас снижен отток еще не говорит о том, что из-за этого у вас симптомы. Плюсик ставим, кто это понял. Поэтому правильно понять сниженный отток или искривление или изветление артерий влияет ли это на синдроматику. Всем это понятно? Одно сужение ни о чем не говорит. Там три артерии, они могут компенсировать друг друга. Поэтому тут надо смотреть общий гемодинамический объем. Насколько это в принципе гемодинамически значимо. С точки зрения профилактики ультразвук шеи и головы конечно же безусловно еще показывает предрасположенность к будущему грозному моменту с тромбообразованием в виде холестериновых так называемых бляшек. И тут возникает тема приема статинов и об этом мы с вами поговорим в следующих лекциях с кардиологом. Про статины поговорим, про бляшки поговорим и так далее. Наберитесь терпения. Окей? Это я вас так разминаю чуть-чуть сегодня. Немножечко так ввожу в курс дела. Следующее исследование это ультразвук щитовидной железы. Покажет вам новообразование, узелки, покажет вам размер, все что нужно врачу-узисту, врачу-эндокринологу там будет видно. Помимо этого выполняется пальпация щитовидной железы и сдаются гормоны. Дальше вы делаете либо магнитно-резонансную томографию легких по назначению врача, либо флюорографию. Лучше, конечно, МРТ или компьютерную томографию легких, которая показывает вам отсутствие какой-то органической патологии в легких. Есть такое исследование как функция дыхания, которая показывает в принципе либо астматические какие-то сложности, либо объем легких с точки зрения такого хронического заболевания как ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь легких. Поэтому здесь вот такие два исследования применяются. Либо МРТ, КТ, либо функция дыхания. Переходим к сердцу. Азамат Маратович вам расскажет очень детально про сердце, все, что вам надо знать. Всем это понятно? Но колюж мы пошли по списку ЭКГ, УЗИ сердца, мониторинг суточный по холтеру и при необходимости нагрузочный тест. Вот эти четыре исследования это база, которая должна быть проведена в области жалоб на сердце. Но кардиолог вам об этом отдельно еще расскажет. Следующее исследование это гастроэнтеральная система. В принципе есть только два таких хороших достоверных исследования. Это гастроскопия, колоноскопия. Сегодня в современных центрах выполняется премедикация пропофолом. Вы спокойно засыпаете. Очень хороший комфортный сон. Без каких-то проблем. Пропофол это не наркоз. Это премедикация или медикаментозный сон. Он не требует этот медикаментозный сон интубирования. То есть вас не переводят на ИВЛ. Вас не погружает в глубокий наркоз. Это просто такое временное погружение в медицинский сон. Под этим медицинским сном чтобы не было стрессов вам соответственно вставляют зонт в желудок в ваше любимое отверстие. Изучают предметы полипов новообразований эрозии и прочих прочих язв и так далее. Тоже очень информативное исследование. 40 лет очень важно не пропустить проблемы с желудком и с кишечниками его разным отделом. Дальше спускаемся вниз органы брюшной полости. Такие как печень, почки, поджелудочная селезенка. Это очень важно. Всем это понятно. Это ультразвуки. На ультразвуках будет видно новообразование, анатомию, искривление, какие-то кальцинаты, какие-то гемодиомы. 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 Господи. Да. И прочие, прочие камушки, песочек, все, что связано со самыми грозными моментами, связанных с онкологией. Тоже очень важно. Имейте в виду. Третье. Женщины. Мамограмму. После 40 лет must have. Боже, вас храни. Обязательно проверяйте функцию гемангиома. Спасибо большое. Проверяйте, пожалуйста, состояние молочных желез. Это очень-очень важно. Потому что некоторые женщины запускают, а потом мы имеем статистику. Следующее обследование, которое мы делаем, это органы репродуктивной функции, как мужской, так и женской. Соответственно, у женщин тут чуть больше рисков. Это шейка матки и яичники. Важно после 40 лет да и до тоже уделить этому внимание хотя бы раз в год. Следующий момент. У мужчин это пристательная железа и яички. Бывают проблемы с яичками, бывают проблемы с пристательной железой и после 40 в том числе. Тоже желательно делать ультразвук пристательной железы хотя бы раз в год. Ничего страшного, потерпите. Девочку в попу пальчик вставлять вам не ссыкотно, а к врачу сходить вставить такой же пальчик вам, знаете ли, как-то неудобняк. Жену просить вставить вам что-нибудь туда, это как бы норм, а вот к врачу сходить, чтобы вы не умерли потом от рака пристательной железы, это как бы не очень. Соответственно, дальше мы спускаемся вниз. Это ультразвук вен нижних конечностей, который показывает нам застойные явления в венах нижних конечностей, показывает нам работу клапанов, показывает нам наличие тромбов. Ну и по большому счету, если хотите совсем глубоко, то это карточка родинок, которые делаются раз в год у специального врача, который занимается родинками и кожей, и он каждую родинку помечает в специальной программе и смотрит насколько за год эти родинки изменились, трансформировались ли, насколько они показаны к удалению и так далее. Если вы, друзья мои, будете следовать хотя бы вот этим обследованием раз в год, вы уже застрахованы от очень многих в жизни заболеваний. Плюс их ставим, кто это понимает. Я обязан был это вам разъяснить, потому что миссии нашей школы и миссии этой программы не только вот потом, куда мы сейчас опять вернемся в плане личности, но и в плане вашего здоровья. Независимо от того, болеете вы паническими атаками, тревогой, депрессией или не болеете, знание скрининга, знание протокола ежегодной диспансеризации поможет вам прожить дольше, чем если бы вы этого не знали. Потому что не страшно что-то обнаружить. Поверьте, не страшно что-то обнаружить. Страшно не обнаружить. Вот это вот убивает не обнаружение. Убивает, когда вы это не обнаружаете. Потому что у онкологии есть такая одна очень пагубная штука. симптоматика онкологии развивается бурно, как правило, уже, когда опухоль прорастает определенные стенки органов, уже на них начинает влиять, уже возникает общая интоксикация, уже идет тотальное метастазирование, уже возникает полиорганная недостаточность, и вот только тогда человек доходит с зеленым калом до врача, и врачи ему говорят всего доброго, до свидания. Зачем вам это надо? Ну, зачем? Ну, пройдите вы раз в год диспансеризацию, тем более в Российской Федерации это бесплатно. Это очень важно. Маш, я не большой специалист по родинкам, я просто говорю вам о том, что это важно, потому что есть очень популярная история в онкологии, это раки кожи, там различный плоскоклеточный рак, и меланомы, и там другие нюансы. Достаточно частое явление, плюс-минус прогноз неплохой, потому что чтобы запустить рак кожи до каких-то вот глубоких тотальных проблем, это надо прям долго и упорно игнорировать. Как правило, это все-таки обратимые расстройства, то есть обратимые ремиссионные заболевания, они как бы лечатся, поддаются терапии, главное просто не запустить вовремя все это дело с врачом купировать. С кожей чуть-чуть попроще, потому что кожа что? На виду. Вы как часто смотрите на себя внешне, чтобы увидеть какие-то изменения, да? И как часто вы себе в задницу залазите? Ну, как бы, да? Тем более, рак кожи действительно лечится относительно неплохо. и прогноз там плюс-минус норм, не надо паниковать по этому поводу. Чтобы умереть от меланомы, надо очень сильно постараться, понимаете? Поэтому не нужно накручивать себя. Идем с вами дальше. Пишем тревога. Тревога. Ребят, потерпите еще полчасика, пожалуйста. тревога. Значит, у нас впереди с вами тема панических атак и ипохондрии. Давайте начнем с вами с ипохондрии. Ипохондрия, всем понятно по поводу вегетатики, что вегетативные спецэффекты мы больше не обсуждаем. Всем это понятно? Все эти камы в горлах, тахикардии и прочие шаткости и вялости мы либо относим к вопросу дифдиагностики коморбитных заболеваний, которые могут давать такие симптомы, либо мы относим к тому, что есть вегетативная дисфункция вследствие тревожного расстройства. В МКБ Международной классификации болезней 10-го пересмотра есть рубрика F45.3. Запишите себе F45.3. Что такое F45.3? Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы. В каком разделе находится F45.3 соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы? Она находится в разделе невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Что это значит? Невротические это значит тревожные связанные с невротическим регистром. И поэтому перевожу вам тревожные связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Соматоформные это телесно проявляемые. Поэтому F45.3 это нозологическая рубрика, которая ставится при активной дисфункции вегетативной нервной системе на фоне какого-то тревожного расстройства. Всем это понятно? И не надо этого бояться. Это не надо лечить, как и не надо лечить, например, ипохондрию. Или как не надо лечить кардиофобию. Сейчас объясню. Есть такой синдром, который обуславливает огромное количество сомнений в собственном здоровье. Поставьте воскресательный знак, кто с этим сталкивался или столкнулся. А вдруг у меня рак? А вдруг у меня сердце? А вдруг у меня что-то не нашли? А вдруг и вы начинаете обследоваться, обследоваться, что-то как-то не хватает, вам то мало, а вдруг это, а вдруг я умру от этого, а вдруг я умру от этого. И тут психологи и врачи подхватывают этих ахаровцев и говорят о, ну добрый вечер, открывайте кошелек, дорогие мои, потому что ипохондрики делают кассу любому стационару коммерческому, ипохондрики делают кассу ебанатом психологом, ипохондрики делают кассу огромному количеству людей. Почему? Потому что, блядь, они не успокаиваются, потому что одной колоноскопии ему мало, понимаете, ему надо три раза в жопу залезть, чтобы убедиться, и то не факт, желательно, чтобы один врач его атаковал в рот, другой врач его атаковал сзади, чтобы рак никуда не убежал, понимаете, причем еще если в этот момент ему будут делать УЗИ и забирать кровь, при этом он будет спать, то в принципе может быть он поверит, но на недельку не больше, потому что вдруг прошла неделя, и у него развелось тотальное метастазирование, которое непременно приведет нашего любимчика к смерти поэтому ипохондрия это история когда человек никак не может успокоиться пишем ипохондрия почему такое возникает почему я так немножечко жестко в адрес врачей и психологов высказался потому что лечить ипохондрию не надо пишем ипохондрия тире лечить не надо почему зададите вы мне такой вопрос почему страх за сердце не надо лечить почему не нужно лечить ипохондрию вот эти все сомнения ипохондрические почему пишем ипохондрия ребят вам нравится ну норм ипохондрия это проявление тревожного расстройства вспоминайте как и вегетативная дисфункция окей и получается что у нас есть тревожное расстройство базово у которой у нас уже есть знаете ли две ножки как у левой ножка и правая ножка у сердца там азамат вам потом расскажет про это то есть есть тревожное расстройство которое может проявляться как вегетативно и вы пытаетесь все вылечить это 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 ваши вегетатики которые вас шарашат а вы никак не можете вылечить да она не лечится потому что потому что надо лечить тревожное расстройство и есть ипохондрия страх за жизнь за смерть вот это все и оно тоже друзья мои не лечится потому что лечить надо тревожное расстройство всем это понятно вот это очень и очень важно чтобы вы поняли что если вы ходите по врачам то сердце то это то это то это вы только деньги сольете многие здесь находятся потому что денег мало а денег мало почему потому что блять овер дохера потратили на левое обследование на левых психологов но как бы деньги знаете радуйтесь потому что самое страшное это потерять конечно же что это потерять себя деньги вы заработаете поверьте вы не заработаете время и вы не заработаете сами себя если вы не будете прилагать усилий мы об этом будем очень много сегодня на курсе там говорить окей деньги это ресурс важный но вы должны понять что у нас есть главный ресурс который самый для нас важный он всегда заканчивается он никогда не восполнится деньги можно заработать но есть время наше и если вы потратили время точнее потратили деньги на врачей на психологов и вам не понравилось или на какого-то человека потратили время свое ну как бы ок но тут возникает вопрос а это время вы на себя то потратили на свою жизнь то потратили а об этом чуть попозже наберите терпение и теперь значит мы с вами поговорили про вегетатику про обследование про коморбидные основные заболевания поговорили про ипохондрию что ипохондрию лечить мы не будем и я не буду тут устраивать еще целый день чтобы вам рассказать про ипохондрию все очень коротко ипохондрия следствие тревожного расстройства и лечить ее не нужно про фармакологию про показания я буду еще много говорить с нашим врачом-фармакологом вы узнаете и про сертролин и про цепролекс и про аторакс и про феназепам и про привыкание про синдром отмены про заход на курс с выход на курс когда надо когда не надо какие побочки какие мифы мы все это вам Сергей Сергеевичем расскажем исчерпывающе вы на самой лучшей программе по здоровью в области психического здоровья вот в плане тревожно-фобических расстройств добро пожаловать теперь я хочу обратиться не только к тем ребятам у которых тревожное расстройство что мы называем в анамнезе или прямо сегодня или было я хочу вообще с каждым из вас поговорить на очень такую важную тему важных тем будет очень много на этом курсе и уж тем более 124 упражнения после о которых вы узнаете ближе к концу курса сразу не скажу вам что это будет это долго придумывалось чтобы сохранить интригу так сказать и не мешать у вас голове потому что вы начнете пытаться их делать уже побыстрее но это вас собьет хочу вам сказать следующее вот вы же все-таки не только на курсе про неврозы вы еще на курсе про вас и вы еще на курсе про с психиатром будет большой подкаст двух с половиной часовой конечно же и там мы будем все об этом говорить если вам нужна какая-то консультация индивидуальная обратитесь к вашим кураторам они вам подскажут либо психиатр либо сами с вами вас проконсультируют вы же здесь находитесь у вас же два куратора значит смотрите для всех по поводу личности и по поводу успеха хотел с вами сегодня поговорить и на этом мы с вами первую встречу закончим надеюсь вам интересно дальше будет правда сложнее но надеюсь я вам более-менее не душно напишите пожалуйста не душно ли вам потому что вообще я то-то же душнило я очень стараюсь как-то весело вести лекцию чтобы о сложных вещах говорить как-то проще но если меня будет в духоту заносить вы мне там это маякните ладно потому что я душнить могу тем более я сентября преподаю в МГУ на философском факультете вот там я точно стану душнилой окончательно мне кажется это даже был какой-то отбор специальный и я его прошел вот значит смотрите спасибо большое в чем фишка многие здесь присутствующие наверняка задавались одним вопросом а почему у меня в жизни не сложилось а вот у другого человека сложилось вот я в школе был талантливый я в принципе в чем-то талантливый но меня кто-то обогнал и меня никак не получается реализовать свои таланты я вам хочу сказать так что есть такая вещь и я вам книгу скину эту отдельно в чат вы ее почитаете и прочитаете там очень много исследований которые проводились в чекпоинте это американская военная академия и там психолог как раз изучала особенности того как солдаты морские котики они проходили этот отбор на чекпоинт потому что там очень большой не то чтобы кастинг а очень большой отсев и еще кто-то не доходит до конца и она как психолог а психологи занимаются исследованием популяционных групп а не терапии имейте это ввиду вот она настоящий психолог молодец не скрывала этого и как бы занималась правильно психологией психология занимается исследованием людей популяции особенности личности характеров и так далее вот это психология но не терапия психология терапии это не одно и то же и она увидела очень интересную штучку в своих исследованиях что на самом-то деле есть определенные качества людей которые могут перекрыть даже отсутствие таланта или меньше талант чем у предыдущего и это упорство почему упорство очень связано с достижением цели вы можете быть очень талантливым но если вы не будете развивать мастерство в своем упорстве мастерство я имею ввиду прилагать упорство для развития мастерства часами месяцами годами оттачивая то чем вы занимаетесь то вы проиграете и даже если вы были очень талантливым человеком но кто-то менее талантливый но просто более упорный и больше посвящающий времени вашему развитию мастерства он вас обойдет он вас обойдет на повороте поэтому когда вы хотите говорить об успехе очень важно говорить об ответственности о том сколько времени вы посвящаете своему упорству в развитии какого-то навыка почему вот в музыкальных школах 7 или 8 лет дрочат детей плюс еще каждый день по 2 часа потому что методичное развитие мастерства делает из людей пианистов это не можно и нельзя сделать за месяц за 2 это долгое упорное методичное выстраивание мастерства и вот здесь проходит грань людей есть люди которые не могут долго долбить в одну точку оттачивая свое мастерство и они таким образом не становятся мастерами своего дела поэтому один из навыков которые я бы хотел чтобы вы начали развивать это способность долго и упорно развивать то к чему у вас есть склонности об этом мы еще поговорим но вот иногда упорный трудолюбивый человек обыгрывает талантливых людей и мы в фаспорте знаем такие примеры понимаете мы знаем такие примеры в жизни невротические люди особенно с неврастения достаточно упорны и это их плюс люди с пограничным расстройством личности тоже порой упорны например Стив Джобс и он тоже хорошо сделал историю но мы будем с вами когда говорить про неврастения мы будем понимать что есть понятие упорства и есть понятие адекватность надо понимать где быть упорным и надо понимать к чему прилагать усилия а к чему нет приведу вам пример если вы пытаетесь годами реанимировать ошибочные отношения это обречено на потерю времени сил и энергии если вы пытаетесь полюбить то что вам не нравится это обречено на потерю сил времени и энергии если вы пытаетесь проработать то что проработать невозможно это обречено на потерю сил времени и энергии если вы пытаетесь внимание добиться от человека того что вы хотите но он не способен на это вы потеряете время силу и энергию если вы будете пытаться упорно Идти против ветра Вы потеряете время, силу и энергии Есть одна песня Которая является девизом душевно больных и алкоголиков И там есть такие слова Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Вот это, дорогие мои, я бы написал На входе в психоневрологический диспансер Потому что вот это вот не стоит прогибаться под изменчивый мир Это дорога к алкоголизму Потому что этот мир будет тебя склонять во все щели Потому что главное в этом мире Уметь понимать, где прилагать упорство И над чем можно работать И над чем упорство прилагать не нужно И проблема человека часто заключается в том Что он прилагает усилия и упорство К тем отношениям Или к тем контекстам Которые мертвы И они бесперспективны А к тем контекстам, которые перспективны Упорство не прилагает И получается лютый перекос И вот откуда у нас терпится, слюбится Вот эти разводы Несчастные дети С разводами родителей Потому что люди базово делают ошибку И мы об этих ошибках, друзья мои С вами будем на этом сезоне Очень много и много говорить Ну а сегодня мы начали с вами говорить о том Что симптомы тревожных расстройств Такие как вегетативная дисфункция Страх за здоровье Навязчивые мысли Ипохондрия И прочее проявление невротического спектра Это всего лишь навсего Проявление тревоги А ваше проявление тревоги А ваша тревога связана именно с тем О чем я сейчас говорил Что вы в жизни наделали некоторых странностей И не знаете, как с этим теперь жить И вообще невротик похож на человека Который отлил себе ботинки В виде каких-то свинцовых сапог Идет и говорит Блядь, что-то у меня ноги болят Вы не подскажете, как вылечить ноги? Я говорю, чувак Но ты как бы идешь-то в свинцовых сапогах Ты как бы, ну Ты пойми, что ты Ну, как бы по-другому-то не получится Он говорит, нет Вы мне ноги вылечите И я дальше пойду в них Так не прокатит Поэтому будем с вами говорить Об этих моментах и о этих вещах Очень предельно четко Мы с вами будем заниматься Эмоциональным вашим состоянием Независимо от того Есть у вас расстройство или нет И вы либо не сделаете этих ошибок Либо сможете с ними справиться Всем это понятно Если вы наделали каких-то ошибок И не знаете, как из этого вырулить Мы будем об этом говорить Вырулить можно Я за 17-летнюю практику встречал людей Которые были очень подавлены Потому что дети Потому что муж Потому что город Потому что родственники Потому что много-много-много всего Понимаете? Но как показывает время Все это все равно временно Но вы же не умрете Потому что вам дискомфортно Но вы же не умрете Потому что вам надо будет Где-то потерпеть А где-то поднажать Вы же не умрете Потому что вам придется Преодолевать какие-то усилия Но я знаю точно Если вы опустите руки И если вы будете просто Называть себя ВСДшником Если вы просто сдадитесь Вы себе этого никогда не простите Пускай лучше в 40-45 лет Ваша жизнь будет такой, как вы хотите Такой, как вам хочется Чем в 60 Вам будет грустно От того, что вы так и не сделали Поэтому независимо от вашего возраста Мы на этой программе Поговорим именно о вас Чтобы вы отвоевали себя Для самого себя Это не эгоизм Это здоровый рационализм Который поможет вам жить без тревог И поможет вам быть Тем, кем вы всегда были Но на самом деле Возможно боялись Именно там и будут ответы На все ваши вопросы И не надо тут прощать маму и папу Нужно просто быть честным с собой И не пытаться На елку сесть И жопу не уколоть Потому что жопа у вас у всех Уже Исколота Спасибо вам большое Завтра в 12 часов Я вас жду в нашей студии С Владимиром Александровичем Меркурьевым Мы будем говорить О панических атаках О различных симптомах Более подробно О различных заболеваниях Которые я сегодня осветил Более подробно Так что завтра в 12.00 Заходите в Геткурс И смотрите наш эфир С Володей На тему Физиология тревожных расстройств Благодарю вас за внимание Надеюсь Вы получили Хороший заряд И понимание того Про что мы пойдем с вами дальше Дальше мы коснемся Немножечко Симптоматики Панических атак Агорофобии ОКР Навязчивых мыслей Ножи Ритуалов И так далее И все Потом мы коснемся Кардиологии На всякий случай Коснемся Психиатрии Психофармакотерапии Красных флагов Приема фармы Бла-бла-бла И все И дальше пойдем Уже говорить про Правду Которая Должна стать Нашей повседневной реальностью И пока мы от этой правды Будем бегать И пытаться строить из себя Правильного Бэтмена Вам Вы будете все время Бэтмен Который Ощущаешь У него треснут Сзади костюм И все это скоро Увидят Спасибо вам большое За ваше внимание За вашу обратную связь Я очень рад вас Здесь всех наблюдать Увидимся очень скоро До встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому